Так хочется получать любимые продукты, не выходя из дома. И чтобы все как в ленте. И главное, в нужный момент. А если вам хочется, значит мы уже лентим. Лента онлайн. Лентим вовремя. Всем привет, мои хорошие. Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас мои любимые пицца-роллы. Я их просто обожаю. Правда, немножко остыли, пока я это все готовила. Кстати, еще снимала для вас короткий ролик в шотс, как я все это готовила. Ну не знаю, насколько хорошо получилось. Еще не монтировала. Скорее всего, этот ролик выйдет сильно позже, чем это видео в шотс. Там просто смонтировать буквально 2-3 минутки. Быстро смонтировала и выложила. В общем, здесь у нас роллы. Грузинские хинкали 5 штук. Здесь рафаэлки, чай, киндер-де-лис, соус. Это обычный кетчуп. Я соус делать не стала, потому что не успевала. И многие всегда путают, думают, что это красная рыба. На самом деле нет, это грейпфрут. Я его обожаю именно так чистить. Особенно, если вы покупаете хороший грейпфрут, его очень легко чистить. Поэтому я беру всегда хороший, такой, знаете, сочный. Раньше, кстати, не любила. Сейчас просто обожаю. Такой немножко с кислинкой. По скидке, кстати, взяла. Надо было больше брать. Я просто обычно, когда по скидке, какого-то не очень хорошего качества бывает. На машине поехала, закупила всем, что надо, и приехала. Очень удобно. Огромная парковка. Кстати, уже нормально паркуюсь. Ну так, относительно нормально. Уже получается, сказать честно. Это очень вкусно. Правда, выглядят они не очень. Но самое главное вкус. Вчера я смотрела видео своего любимого блогера. Влог. Влог был длиной час. Ну, когда такие длинные влоги, обычно очень долго блогер про что-то рассказывает. То есть, день был у нее не особо насыщенный. Но очень много всего она рассказывала. И в конце влога она показала, как она в санлайте купила себе сережки. Я обнаружила, что точно такие же серьги я покупала давненько в санлайте. И мне настолько понравилось, как у нее на ушках это все смотрится. Резко у меня появилась идея. Думаю, сейчас тоже надену свои. Вы, может, видели. С таким фиолетовым камушком. Очень красивые сережки. И, в общем, беру свою шкатулочку, нахожу эти сережки. А вы знаете, что я больше где-то месяца, наверное, месяц, может, где-то полтора хожу с вот этими сережками. И они у меня постоянно выпадали. Поэтому я надела на них силиконовые заглушки. Это было где-то месяц назад. И что вы думаете? Я теперь не могу снять эти сережки. Эти силиконовые заглушки, они стали крепкими. Крепкими в каком плане? То есть, они были такими мягкими, резиновыми. А сейчас они как будто пластмассовые, затвердели. И я не могу снять сережки. Представляете? В такой глупой ситуации я никогда не была. Вчера весь вечер смотрела видео, как, что делать. Впервые сталкиваюсь с такой проблемой. Хотела спросить у вас, как можно решить эту проблему. Я что только не пробовала. Сначала думала, может, эти резиновые заглушки надо нагреть. Сначала включила фен, начала феном нагревать. Никаких изменений не произошло. Сначала феном нагреваю. Сначала феном нагреваю. Сначала феном нагреваю. Потом думаю... Может, феном не получается нагреть? Думаю, возьму зажигалку. И зажигалкой попробую немножко подпалить. А так получилось, что я здесь волосы свои подпалила. Очень жестко. Хорошо, что вовремя остановила. А то вообще наполовину лысая бы осталась. Мама смотрит на меня и смеется. Наверное, надо идти к ювелиру. Но мне как-то стыдно идти к ювелиру и говорить, вы знаете, я не могу снять сережки. Вы мне можете помочь снять сережки? Я видела в ТикТоке там видео. Сначала надели, например, кольцо. А потом не могут его снять. И они его разрезают. Но я никогда в жизни не думала, что я тоже столкнусь с такой проблемой. Сейчас у меня так сильно болят уши. Потому что я вчера целый день тянула, пыталась вытащить эту силиконовую заглушку. Она затвердела, закаменела. Это чисто моя тупость. Потому что в прошлый раз, когда я надевала силиконовые заглушки, еще тогда я заметила, что очень сложно их снимать. В том плане, что изначально было легко надевать. А потом я никак не могла снять. Я увидев это, опять надела эти сережки с этими же заглушками. Ужас. В принципе, я могу их порвать. И снять. Но хочется, чтобы они остались целы. Если так пойдет, уже придется пойти к ювелиру и решать этот вопрос. Но я же не могу по жизни находиться этими сережками. Когда я их надевала, эти силиконовые заглушки, они были резиновые, мягенькие такие. А сейчас они такие твердые, как будто это камень. очень сочные грейпфруты. То ли заглушки какие-то не такие, я с шеей заказывала их. Смотрю, те, которые в наборе, те заглушки, которые я не использовала, они остались в первоначальном виде. А вот эти, наверное, с соприкосновением с золотом, они как-то меняют свою текстуру. Не знаю, с чем это связано. Ну, блин, мне кажется, как-то тупо идти к ювелиру и говорить, что я не могу снять сережки. Вы мне можете помочь снять сережки? Ну, может, он что-то сможет придумать, я не знаю даже. Всегда в такие тупые ситуации я попадаю. Рецепт, кстати, на грузинские хинкали я обязательно оставлю. Переходите, смотрите. Там получается идеальное тесто. Прямо можете долго их варить и не развалиться. У меня однажды такая ситуация была. Я не могла снять сережку. Но в конце я все-таки ее сняла. А здесь я вчерашний вечер весь потратила. Чисто на этом. Смотрела там всякие лайфхаки. Оказывается, людей, которые столкнулись с подобной ситуацией, особо-то их нету. Я просто не представляла, что такое возможно. Если бы заглушка была бы железная, ладно, тогда понятно, она заржавела. А если силиконовая, что может произойти? Ужас. Ужас. Я просто по-думала. Силикон, он же горит правильно. А золото не горит. Так надо просто подпалить силиконовую заглушку. Но я просто не учла тот момент, что очень рядом волосы, еще плюс ухо. Пару раз подожгла ухо. Потом вот здесь волосы все поехали. Хорошо, что вовремя потушила. Потому что это было нечто. Половина бы волос с этой стороны просто бы не осталась. где я вовремя заметила. Прикиньте, а волосы так быстро горят. Это просто... Реагировать надо моментально. Я не знаю, зачем я это вам рассказываю, но вряд ли вы тоже окажетесь в такой тупой ситуации, как я. Мама смеется с меня. Говорит, просто пожизненно ходи с этими сережками. Что значит пожизненно? Вдруг я захочу надеть что-то другое. Хуже уже не будет. Это точно. Но на крайняк придется их разрезать, я думаю. Не знаю, как по-другому можно решить этот вопрос. Так что, мои хорошие, я помню, когда я это сделала, я рассказывала, хвасталась, делилась с вами лайфхаком. Как можно вот такие сережки не потерять. А вот сейчас, как понимаете, лайфхак не очень доегодный. Дураки. Учатся на своих ошибках. Умные люди учатся на чужих ошибках. Я вам предлагаю просто учиться на моих ошибках. И не делать то же самое, что и я. Настроение у меня конкретно испортилось. И вы знаете, что я начала делать? Я просто села и начала плакать. То есть я пыталась, пыталась снять там то зажигалкой, то волосы подпалила, то масло добавила. Пыталась, может быть, с помощью масла как-то быстрее. В общем, и последнее, что я делала, села и начала плакать. Я вспомнила, как я последний раз плакала. Это было, по-моему, в январе, когда мне сделали ужасно. Ногти вокруг все болело, щепело. Точки в росте спалили мне. Вот в этот день тоже я сидела, плакала. Я вот прям вспомнила этот день. И сама думаю, блин, вот я плачу из-за какой-то ерунды. У людей такие проблемы глобального характера. Люди переживают там по поводу своих отношений, по поводу своих близких, не дай бог, по поводу своего здоровья. А я сижу, плачу, потому что я не могу снять сережки. Всем бы такие проблемы. Как-то вот я немножко поплакала, где-то минуты 5-7. Потом резко так взяла себя в руки и думаю, что я переживаю. Пофиг. У меня вот такое бывает, кстати, раз где-то, наверное, в месяц. За какой-то фигни я истерю. Во мне просыпается истеричка. Как мне мама говорит, из-за вещей, из-за которых реально нужно переживать, ты их воспринимаешь как должное. А из-за какой-то ерунды ты можешь расплакаться. Да, такое у меня есть. В общем, пока что я не иду к ювелиру. Выложу это видео. Посмотрим, что мне напишут, что мне посоветуют. Вы, в принципе, поняли, да? Вот такая вот сережечка с висюлькой. И сзади у меня силиконовая заглушка. Такая же заглушка, которую используют для, например, сережек-гвоздиков. Я просто вот так вот, даже если вам покажу, вы не поймете, не увидите. Вот не знаю, что делать. Мама попросила купить молочный ломтик киндер. И вот что она купила. Этот не люблю. Это киндер де лис. Он не такой вкусный. Нет. Вот. Игр猪. Игрый. Боже... Когда был 2023 год, Новый год, я сама себе обещала, что в этом году я вообще не буду плакать. И вот уже два раза плакала. Из-за ногтей плакать это было максимально тупо. Просто у меня на этом пальце здесь было так красно. Такое ощущение было, что у меня сейчас ногтей начнет гнить. Очень к столу, конечно. Поэтому у меня была какая-то паника. Вы в свою очередь обязательно не забывайте писать в комментариях, как можно решить этот вопрос. Возможно, вы тоже сталкивались с такой же проблемой. Также обязательно подписывайтесь. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!